Ветеранская организация Ветеранов был услышан на государственном уровне, интересы будут отстаиваться совместными усилиями. Они сами не сделают это. Простые граждане, которые живут здесь, афганцы, которые воевали, исполняли интернациональный долг, активисты Украинской морской партии, они сегодня сами определять будут, кто пойдет на выборы в областной и в городской совет. Я считаю, что это хорошее начало. Предстоящие выборы будут проходить по пропорциональной избирательной системе. То есть баллотироваться кандидатом в депутаты можно только по партийным спискам. С какой политической силой стоит объединяться, одесским афганцам долго решать не пришлось. Украинская морская партия и лидер политсилы на протяжении многих лет поддерживают воинов-интернационалистов. Ранее на сессии Одесского городского совета депутаты Украинской морской партии инициировали выплату на дбавку к пенсии афганцам. И эта инициатива представителями большинства политических сил была поддержана. Тут у нас в Суворовском районе около тысячи ветеранов проживает. Я имею ввиду ветеранов Афгана, других военных конфликтов. И мы попросили Сергея Васильевича Кивалова приехать, встретиться с нами, потому что мы знаем Сергея Васильевича не один год. Это человек, слово, которое сказал, сделал на протяжении многих лет. Он нам всегда помогает, приглашает, мы проводим различные мероприятия. И мы приняли решение сегодня, что мы идем на выборы в местные советы вместе с Сергеем Васильевичем Киваловым и Спасской партией. Лучше, чем наш ветеран, никто не знает наши проблемы. Не только наши проблемы, а пожилых людей. Напомним, ранее Одесская областная организация Украинской морской партии Сергея Кивалова и Одесский областной союз инвалидов и ветеранов войны в Афганистане подписали меморандум о намерениях совместного участия в местных выборах. Ветераны и пожилые люди нуждаются в материальной и юридической помощи, а также социальной защите. Сегодня афганцы зарабатывают себе на жизнь как могут, имея разные степени инвалидности. Среди них и те, кто воевал на Кубе, во Вьетнаме, Югославии и других горячих точках. Есть бюджет города, есть бюджет области и нужно по справедливости распределить этот бюджет для того, чтобы люди сегодня выжили. Думать о грандиозных стройках нужно, но это как в Одессе говорят на потом. Сегодня необходимо выжить. То есть у нас в программе зафиксировано, мы создаем карту Одессита. И в этой карте Одессита будет все то, что необходимо. То есть бюджет нужно пересмотреть полностью. Они не дополучают обещанных средств денежных. Они должны лечиться. Мы видим, тоже обращаются. Они должны получать санаторно-курортные карточки. Поехать подлечиться. А им государственная власть не дает этого. Они приезжают. Вроде бы все, пожалуйста, лечитесь. Приезжают условия невозможные. Приезжают в разбитые комнаты и не получают того должного внимания, того должного лечения, которое они заслужили. Мы подписали меморандум о сотрудничестве между Морской партией Сергея Кивалова и Союзом Афганцев. Мы понимаем, что они знают, чем живет народ. Они знают свои проблемы. И кто, как не они, должны быть представителями власти сейчас. В ближайших планах Украинской морской партии распространить главные социальные проекты и в Суворовском районе города Одессы. Одна из таких программ – открытие филиала юридической клиники, где местные жители будут получать бесплатную юридическую помощь. Мы уже очень давно с Морской партией. Он приглашает нас, решаем вопросы с ним, встречаемся, решаем очень много проблем. Мы ему доверяем, верим ему. Он все-таки правозахистник. У него есть, как говорится, подоплека. Он очень много делал законы, выдвигал за афганцев, за льготные слои населения. Но мы в него верим, мы его поддерживаем. Афганская война оставила неизгладимый отпечаток на тысячах войнах-интернационалистах. Более трех тысяч украинцев не вернулись из Афганистана. 220 наших земляков из Одесской области. Эта война продолжалась 9 лет, 1 месяц и 22 дня. Воспоминания о тех событиях еще не одно десятилетие будут будоражить ветеранов-десантников, танкистов, пограничников и тех, кто не дождался своих родных и близких. Именно поэтому воины-интернационалисты сегодня намерены сделать все для того, чтобы голос ветеранов был услышан.